Одним из самых серьезных последствий того, что началось в феврале 2022 года, помимо всех ужасов, экономического кризиса, нарастания атмосферы ненависти и прочего, является проблема политических репрессий. Несмотря на разность стартовых позиций двух политических режимов в начале конфликта, когда многие левые пытались выбрать сторону, за которую они будут топить под предлогом прогрессивности, правящий класс каждого из них использует ухудшение военной обстановки для усиления своей власти, шаг за шагом уничтожая последние остатки демократических прав граждан. Нечего и удивляться тому, как быстро вошло в нашу жизнь понятие политический заключенный или, в разговорном варианте, политзек. О российских политических заключенных знает всякий, у кого есть глаза, уши и минимальная способность к восприятию информации. А вот про украинских политических заключенных у нас известно очень мало, а потому так важно говорить о них, разоблачая совершенно не демократический, а если прямо говорить, диктаторский политический режим Украины, в поддержку которого ныне считает необходимым высказаться каждый либеральный лидер мнений. Эта история важна еще потому, что под углом классовой точки зрения можно с легкостью увидеть двойную мораль охранителей обоих режимов, а также тех тоталитарных политических сект, которые очень много времени тратят на борьбу с революционным марксизмом, всячески при этом избегая участия в классовой борьбе. Это канал Militant Talks и сегодня мы говорим об арестованном украинском марксисте Богдане Сыротюке. Здравствуйте! 25 апреля 24 года Богдан Сыротюк, украинский марксист, участник организации под названием «Молодая гвардия большевиков-ленинцев», был арестован СБУ в своем родном городе Первомайске на юге Украины. Почему СБУ обратило на него внимание? В течение нескольких лет перед империалистической свалкой народов Богдан Сыротюк был рядовым активистом украинского комсомола. Но для начала скажем пару слов об этой структуре. Итак, это организация вроде нашего КПРовского комсомола, то есть структура, которая существует, по большому счету, на бумаге и демонстрируется партийными начальниками тогда, когда нужно отчитаться перед вышестоящим руководством. Например, на принятии новых, в кавычках, комсомольцев, которые получают свой комсомольский билет уже по четвертому-пятому разу. Ну, всякий, кто имел когда-либо отношение к КПРФ, знает, как это происходит. Но Украине же ситуация особенно усложнена тем, что в отличие от КПРФ, у которой есть хоть какая-то возможность для политической борьбы, КПУ под руководством Симоненко находилась под непрерывной атакой со стороны власти, начиная с момента свержения Януковича. Стоп-стоп-стоп, займу у вас 5 секунд. Подпишитесь на наши другие информационные ресурсы, поддержите социалистическую рабочую организацию Militant рублем и также вступайте к нам по ссылке в комментариях через бота в Телеграме. А мы продолжаем. Коротко обмолвимся здесь, что КПУ шаг за шагом еще в начале нулевых растеряла народную массовую поддержку и постепенно полностью подсела на финансирование со стороны администрации Януковича, за крахом которого последовал крах КПУ. С 2014 года пришедшие к власти на Украине ультраправые деятели непрерывно пытались запретить КПУ и в конце концов сделали это, вместе с ней запретив на Украине и коммунизм, к которому, правда, сама КПУ имела мало отношения, так же, как и КПРФ в России. С 2015 года левые на Украине пытались найти некие формы открытого широколевого объединения, которое привело к тому, что многие левые украинские активисты так или иначе находились в организации, скажем так, рядом с полулегальной КПУ, на которую постоянно готовы были наброситься как ультраправые боевики, так и силовые структуры. В этом отношении Петр Симоненко совершил крайне паскудный по отношению к украинским левым поступок, когда, находясь в Белоруссии, спустя несколько дней после 24 февраля заявил, что он поддерживает действия России. В этом же ключе высказались, правда, и такие организации, как боротьба. Это как наш левый фронт, который сейчас так же играет на стороне российской власти в ее геополитических амбициях. Правда, это не уберегло Удальцова от тюрьмы, а его жену от депутатства в Думе. Грубо говоря, благодаря длинным языкам, таких как Симоненко, была всячески раскручена атака на украинских левых, которые фактически попали на Украине под запрет. Одним из таких деятелей стал и Богдан Сыротюк. Будучи комсомольским активистом, он занял антивоенную позицию, выступая против лозунга национальной обороны, выдвинутого Зеленским, но вместе с тем он не поддерживал российские действия на Украине. Здесь важно отметить одну деталь, которая демонстрирует поистине не братский характер спецслужб буржуазных государств на территории бывшего СССР. СБУ гребла под одну гребенку и тех, кто поддерживал Россию, и тех, кто был против и Украины, и России. Причем гребла под лозунгом борьбы с предателями и государственными изменниками. Ряд факторов содействовал повышению внимания СБУ к Сыротюку. Во-первых, это открытость самих левых активистов, во-вторых, их малочисленность и, наконец, открытый разгул фашистских банд. Точно так же, как и наши фашисты, украинские очень любят, как они считают, использовать силовиков. В то время как на деле, мы с вами прекрасно знаем, что в жизни это спецслужбы и полиция в борьбе против социализма активно используют банды фашистов, хулиганов, многих из которых они завербовали под разными предлогами, типа употребления всяких веществ, нанесения телесных повреждений и прочего. Так было и здесь. Фашистские активисты давно преследовали Сыротюка и накатали на него заяву, обвинив в том, что он является пророссийским активистом. Для текущего режима работы СБУ этого достаточно, чтобы засадить человека в тюрьму. Само задержание происходило в лучших традициях спецслужб на постсоветском пространстве, где принято готовить подобного рода задержания, как некое шоу. Правда, если присмотреться к мелким деталям этого в кавычках шоу, видно, что оно рассчитано на идиотов. Примерно так же, как в нашей стране принято обязательно подкладывать украинский флаг или какую-то фашистскую литературу, задержание Сыротюка на Украине не обошлось без реквизита в виде противогаза и подсумка с буквой Z и российской военной шинели. Российской военной шинели, блять, вы что там, совсем идиоты? Оперативная съемка даже не позаботилась о том, чтобы снять со стены портрет Троцкого перед началом работы оператора, а далее вообще умудрились положить в один ряд Z-подсумок и марксистскую литературу. Но явная вражина, одним словом, методика работы мало чем отличается от российской. СБУ не сразу, но все-таки предъявило Сыротюку обвинение. Главное заключается в том, что он совершил ни больше, ни меньше государственную измену. Основанием для этого обвинения является то, что Богдан в течение последних двух лет, цитата, «занимался подготовкой публикаций по заказу представителей российского пропагандистско-информационного агентства Мировой социалистический веб-сайт». Про сам сайт сказано следующее. «Используют так называемых левых пропагандистов и их информационные площадки, сайты, СМИ и социальные платформы для дискредитации поддержки Украины со стороны международных партнеров, оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины, обвинения западных стран в создании условий, при которых РФ была вынуждена начать так называемую специальную военную операцию, разжигая войны на Украине путем предоставления ей оружия и так далее. Как следствие, с их помощью РФ систематически распространяет прокремлевские нарративы среди населения Украины из стран-союзников Украины. Сначала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины на страницах мирового социалистического веб-сайта на регулярной основе начали публиковаться статьи на разных языках, направленные среди прочего на дискредитацию Украины и представителей правительств стран мира за их содействие Украине в борьбе с государством-агрессором. Конец цитаты. Мы-то дураки думали, что украинское государство и армию дискредитировали чиновники и олигархи, которые разграбили всю страну, доведя ее до состояния, когда миллионы людей бросились прочь, не желая защищать весь этот пир коррупции. А также воры-генералы, которым даже американцы уже указали на то, что вы разворовываете все военные поставки. Поэтому мы все операции будем через банки США на территории США проводить. Большую дискредитацию, чем последовательно сменяющие друг друга коррупционные режимы Кравчука, Кучмы, Ющенко, Януковича, Порошенко и Зеленского представить себе трудно. Наверное, никакая другая страна бывшего СССР не была разграблена до такого состояния, как бывшая советская Украина с ее военными заводами, фабриками, шахтами, атомными станциями, ГЭС и тысячами гектаров плодородной почвы. При этом эксперты по экстремизму, работающие на СБУ, проанализировав сайт, заключили онлайн-издание мирового троцкистского движения, Международного комитета с ним секций в лице партии социалистического равенства по всему миру, которая отвечает основные социально-политические проблемы во всем мире с позиции революционной оппозиции к капиталистической рыночной системе с целью установления мирового социализма посредством социалистической революции. Какое отношение социалистическая революция имеет к поддержке путинского режима, эксперты не уточняют. Им бы по этому вопросу обратиться к нашим социал-шовинистам, таким как просто, ну и прочие, у которых революция начинается с поддержки империализма. Может быть, они бы раскрыли тему. Хоть дураки так могут делать, или идиоты, или провокаторы. Вот эта вся публика, которая кричит, что вот вы там чуть ли не социал-фашисты и так далее, это провокаторы троцкистские, самые настоящие. Я их называю чмошниками обычно, Семина, Батова и остальные. Я прям на скорбей. Это вы их жалеете. Чмой это просто такое никто, как свинья. Они хуже, чем нет. Интересно отметить, что и СБУ, и российские социал-шовинисты ох, как не любят троцкистов. Что бы это могло значить? Напишите в комментариях. Но СБУ продолжает, указывая на гусизмену Сыротюка, действовавшего по заданию председателя мирового социалистического веб-сайта, чья деятельность заключалась в поддержке и оправдании введения РФ агрессивной войны на территории Украины. Словом, это абсолютно лживое, тупое обвинение, построенное на домыслах, которое имеет свои задачи создание сотрудниками СБУ видимости своей работы, вернее, своей нужности, чтобы ни в коем случае не отправиться на передовую, чтобы защищать эту ублюдочную государственную систему. Вот и сидят СБУшники и из пальца высасывают дела, а часто даже и сами организуют чаты, в которых предлагают за деньги указать какие-то цели, а потом успешно накрывают целую партию российских диверсантов. Ничего не напоминает? Арест Сыротюка не связан с нападками против МСВС, а скорее наоборот, именно арест Сыротюка стал предшественником запрета на Украине МСВС с его антивоенной позицией. Правда, нужно уточнить, что наши политические взгляды сильно расходятся с МСВС, особенно в вопросе об империализме. Они отрицают империалистический характер российского капитализма. Этот вопрос является ключевым для российских марксистов. Именно поэтому империалистический характер российского капитализма постоянно ставится под сомнение нашими социал-шовинистами. Потому что эта позиция первый шаг к самым контрреволюционным выводам, и спуску здесь врагам давать нельзя. Наша организация неоднократно предлагала сотрудничество российской секции этой международной структуры, но товарищи из МГБЛ предпочитают уклоняться от открытого обсуждения организационных вопросов, опасаясь растворения своей организации. Словом, взгляды у нас разные, но мы считаем своим долгом предать дело Сыротюка всяческой огласке не потому, что он сам нам нравится или не нравится, а потому, что его дело это разоблачение всех политических репрессий против противников войны, как в России, так и на Украине, которую у либеральных ломов принято считать демократией, противостоящей злу диктатуры. К слову о демократии, в своих тезисах 3 марта 22 года Милитант писала «Нет никаких сомнений, что российское государство, как и украинское, в ходе этой войны будет менять остатки демократии на методы диктатуры, тем больше, чем больше будут возрастать неизбежные внутренние и внешние опасности, угрожающие воюющему режиму». При таких условиях поддержка рабочей партии своего национального империализма, его хрупкой демократической скорлупы, означала бы отказ от самостоятельной политики пролетариата и полную шовинистическую деморализацию рабочего класса, то есть разрушение того движения, которое одно только лишь способно спасти мир от гибели. Правоту этой точки зрения подтвердили почти 3 года тяжелых испытаний для двух народов. Это касается как России, так и Украины. С Путиным и Россией все понятно, но как насчет Зеленского? Режим Зеленского настолько уже закрутил гайки против оппозиции и особенно против левой социалистической оппозиции, что даже Госдепартамент США вынужден был отметить в опубликованном в мае Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда докладе, что на Украине процветают насильственные исчезновения, пытки и жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинства виды обращения и наказания, суровые и опасные для жизни условия содержания в тюрьмах, произвольные аресты или задержания, серьезные проблемы с независимостью судебной власти, ограничение свободы выражения мнений, в том числе для сотрудников средств массовой информации, включая насилие или угрозы применения насилия в отношении журналистов. Хотя Конституция и закон запрещают пытки и другие жестокие необычные наказания, поступают сообщения о том, что правоохранительные органы занимаются подобными злоупотреблениями. При нормальных обстоятельствах суды не могли бы законно использовать признания и заявления, сделанные под принуждением полиции лицами, находящимися под стражей, в качестве доказательств на судебном процессе. Но введение военного положения с момента начала полномасштабного вторжения России позволило это сделать. Поистине братские не только народы, но и диктатуры. Особенно зловещим является следующий вывод Госдепартамента. Поступали сообщения о том, что сотрудники правоохранительных органов и военные издевались над задержанными, а иногда и пытали их, чтобы добиться признаний, обычно связанных с предполагаемым сотрудничеством с Россией. Зафиксируем себе эту точку зрения Госдепартамента, который при этом снабжает этот режим оружием и деньгами. Российская пропаганда не может использовать выводы этого доклада только лишь потому, что видит в нем свое отражение. И вот в этих условиях, когда человек смело заявляющий позицию против войны, человек, у которого на свободе осталась бабушка, которая нуждается в его внимании и уходе, человек, которому теперь грозят пытки, как российскому агенту, человеку, которого отказались защищать пять адвокатов, потому что им поступают угрозы со стороны фашистов в погонах и без погон. Вот в этих условиях находятся среди российских левых деятелей, которые прямо отвергают защиту Сыротюка. Так, например, такие группы, как Российский Трудовой Фронт, Союз Марксистов, а также ряд интернет-СМИ, по информации МСВС, проигнорировали этот важный вопрос. К слову сказать, многие из них вообще предпочитают не трогать вопросы, связанные с Украиной, предпочитая политической агитации, экономизм. Негативно отнеслись к защите Сыротюка российская маоистская партия, Союз Маоистов Урала, Ленин, Крю и другие сталинистские секты, для которых борьба против троцкизма стоит выше, чем политическая солидарность в борьбе против государственного террора. В принципе, с такими товарищами и врагов не надо. Аргументация обалденная. Так, например, философская кафедра под названием Ленин Крю заявила, мы очень сожалеем о судьбе Богдана, но мы считаем, что коммунисты из России не должны привлекать внимание общественности, поскольку это стало бы еще одним козырем для обвинения, еще одним доказательством, связывающим его с Россией. Класс, я просто поаплодирую. Представьте, например, арестовали какого-нибудь российского левого лидера мнений за его позицию под предлогом, скажем, оправдания терроризма. Признали его иноагентом, посадили в тюрьму. А на Западе левые скажут, а мы не будем участвовать в солидарности с ним, вдруг Следственный комитет России подумает, что он и правда иностранный агент, раз мы его защищаем. Одним словом, это позор. Стыдно, товарищ. К слову о сталинистах. Здесь интересно будет привести один исторический эпизод. В 1941 году ФБР арестовала лидеров американской социалистической рабочей партии во главе с Джеймсом Кенноном и над ними устроили суд. Об этом вы можете прочитать в нашей брошюре по ссылке внизу. Так вот, на этом суде ФБР выдвинуло против американских троцкистов обвинения в том, что они работают на международные структуры. Имелся в виду четвертый интернационал. И что, дескать, их роль в организации забастовок в Миннеаполисе, это чуть ли не выполнение указаний Гитлера. Компартия США после указаний из Москвы резко поменяла свой курс после 22 июня 41 года и из партии пацифистов превратилась в партию сторонников войны и противников любых стачек на военных заводах. Начала громче всех требовать сурового приговора американским троцкистам. Правда, они не понимали, что тем самым создают прецедент для атаки на самих себя. Уже через несколько лет после войны во время маккартизма пошла атака и на Компартию США в том числе. СРП и Кеннон вне зависимости от всех подлостей, гадостей и преступлений, совершенных сталинистами, были первыми, кто выступил в защиту подсудимых. Компартия еще несколько десятилетий была твердо уверена, что поступила в 41 году верно, пока генеральный секретарь КП США Гэс Холл много лет спустя не вынужден был признать, что атака против троцкистов в 41 году была очень неверным поведением. Будем надеяться, что и у российских сталинистов однажды хватит мужества признать свою ошибку. Правда, для этого сперва. Видимо, нужно, чтобы кого-то из них арестовали, а потом подождать несколько десятилетий. Стыдно, товарищи. Пока Ленин Крыл наслаждается академическим марксизмом, Богдану Сыротюку грозит до 15 лет лишения свободы, что при существовании пыток и тяжелых условий содержания в украинских тюрьмах означает, скорее всего, фактически смертную казнь, чего, как мы надеемся, не случится. Социалистическая рабочая организация Милитант выражает свою поддержку Богдану Сыротюку, выступающему против реакционного военного режима Зеленского. Надеемся на его скорейшее освобождение из рук СБУ. И приветствуем всех других борцов против империализма за социалистическое общество. Распространяйте этот ролик, чтобы как можно больше людей узнало о репрессиях против марксистов на Украине. Мы призываем вас присоединяться к социалистической рабочей организации Милитант и помнить, что если сегодня вы не проявите солидарность, то завтра солидарность с вами проявлять будет уже некому. А вступить в нашу организацию вы можете через QR-код на экране или по ссылке на бота в Телеграме в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok